Я хотел бы уточнить вот такой момент. Мы Захарова упоминали. Он позвонил вам? Как вы думаете, почему нет? Ну, я думаю, что он все-таки обижен на меня. Он человек обидчивый. Может кто-то так еще из таких близкого круга не очень хорошо обо мне отзывается, но я не знаю. Перед вечностью, куда мы уходим, обиды. Я все равно Марка Анатольевича люблю. Он создал такие спектакли. Он дал такую жизнь театру. Человеку свойственно обижаться, ошибаться. Я тоже бывает обижаюсь и ошибаюсь. В чем вы ошибались? Я? Я иногда бывает... Я сейчас этого себе не позволяю делать, но Коля мне тоже в этом помог. Я могла осудить человека. Мне казалось, что он что-то совершил плохое и все, для меня он не существует. Он предатель и то-то или то-то. А что Коля сказал? Ты не имеешь права осуждать человека. Ты должна дать ему всегда шанс. Если ты его осудила в своей душе, то, может быть, ты его поставила вообще на колени. И он никогда не поднимется. Не все такие сильные, как ты, духом. Ты можешь на танк идти и взрывать, потому что ты такая. А другие испугались и предали. А потом вдруг он опомнится и вдруг он попросит прощения. Ему надо как будет жить, а ты его уже вычеркнул из своей жизни. И я научилась прощать людей, любить людей, понимать их ошибки. В процессе... Вообще, с Коля в процессе своей жизни он меня вообще повернул вот так, потому что той доброты или той щедрости, которая у него была, понимаете, он знал про каждого все. Он знал, сколь степень его талантливости.